В воскресенье в Москве прошла акция в память о погибших 2 мая в Одесском Доме профсоюзов, когда украинские националисты заживо сожгли людей, активистов протестного движения Куликово поле. Многие активисты были вынуждены покинуть пределы Украины по причине политических преследований и угроз физического уничтожения. Довольно внушительная диаспора куликовцев находится в Москве. Именно одесситы, проживающие в столице России, организовали в этот день ряд поминальных мероприятий. С утра в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах состоялась поминальная панихида по погибшим от рук украинских палачей в Одессе, в которой приняли участие несколько сотен горожан. Панихиду отслужил настоятель храма отец Андрей Новиков, одессит, покинувший родной город по причине необоснованного преследования со стороны СБУ. За поминальным обедом в трапезные храма прихожане обсудили события полугодовой давности. Также собравшиеся проанализировали ситуацию на Донбассе, выразив надежду, что в составе нового государства вскоре будет и Одесса. В течение дня гранитному монолиту с названием «Города-герой Одессы», расположенному в Александровском саду, люди несли цветы и зажигали свечи. Одесситы и московские общественники вспомнили у стелы имена всех погибших и отслужили молебен за упокой невиннообиенных. Акции в память жертв трагедии в Одессе прошли на улицах итальянских и испанских городов. Сотни человек вышли на улицы Рима, Милана, Венеции и Неаполя. А наш специальный корреспондент в Барселоне Оксана Василенко увидела все своими глазами. Акция в память погибших прошла на центральной площади испанской столицы Порто-дель-Соль. Активисты, организовавшие акцию Мадридского комитета поддержки антифашистской Украины, развители на площади фотографии трагических событий в Одессе, а затем зачитали биографии некоторых из погибших в тот день людей. Собравшиеся возложили к фотографиям цветы и почтили память жертв минутой молчания. Завершилась акция скандированием лозунга «Фашизм не пройдет». В самой Одессе утром 2 ноября на Куликовом поле собрались одесситы. Они несли цветы к импровизированному мемориалу, погибшему 2 мая. Основной траурный митинг и панихида были назначены на 2 часа дня. Однако около часа в милицию якобы поступило сообщение о минировании Куликова поля. Площадь оцепили, а находящихся там людей попытались выпроводить за ее пределы. Организаторы акции решили провести панихиду за пределами оцепленной территории возле памятника погибшим революционерам. Однако вскоре после начала мероприятия сотрудники милиции сообщили, что завершили проверку и позволили людям пойти на площадь. Собравшиеся держали портреты погибших, флаги Одессы. В рамках мероприятия в небо были запущены традиционные уже для Куликова поля черные траурные шары. Пятый гуманитарный конвой прибыл в Донбасс от Российской Федерации. 18 грузовиков доставили около 350 тонн стройматериалов, продуктов питания и 5 тонн медикаментов. Строительные материалы предназначены для Центра управления восстановлением ДНР. Благодаря этим материалам быстрее восстановят жилье жителей Народной Республики. Прибывшие медикаменты предназначены для больниц. Первоочередной задачей оказалась профилактика простудных заболеваний, вызываемых существенным похолоданием. Значительную часть груза составили антигриппозные медикаменты. Помимо этого для больниц пришло постельное белье и акушерские комплекты. Приемом и распределением будет также заниматься Центр управления восстановлением, в который уже были направлены заявки на получение гуманитарной помощи от больниц, где расписано чего и сколько нужно каждому медицинскому учреждению. Луганская Народная Республика наконец начала получать электричество из России. Российские монтажники вели работы больше месяца, и в ближайшие дни свет зажжется во всем Луганске. В преддверии зимы в ЛНР ускоренными темпами восстанавливали линии электропередач. Российские специалисты помогают в этом электрикам из Луганской Республики и уже принимают слова благодарности от правительства ЛНР за восстановление линии из Луганска в Ростов-на-Дону. Даже во время перемирия работать монтажником приходилось в условиях войны. Из-за боев отдельные участки магистрали были полностью разрушены, а во многих местах электрики находили мины и растяжки. Подстанция Ольховская – это лишь необходимый минимум. На ТЭС в городе «Счастье» надежды руководства Республики мало. Станция до сих пор находится под контролем украинской армии. Активные явки на выборах главы Луганской Народной Республики и депутатов Народного Совета смогли бы позавидовать многие западноевропейские государства. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Греции Сатериус Заренополос, который прибыл в качестве наблюдателя в ЛНР и следит за выборами по собственной инициативе, не по поручению Европарламента. Люди идут на выборы как на праздник, с надеждой на мир, на светлое будущее. На улицах проводятся акции и концерты. А на театральной площади Луганска выступила российская певица Вика Цаганова. В Донецке на площади Ленина состоялся праздник, посвященный первым официальным выборам в Донецкой Народной Республике. Перед дончанами и гостями города выступило множество местных творческих коллективов. Гостями праздника стала российская группа Симбэ. Как в старые добрые времена в Донецке проходят гуляния. Сегодня город празднует важнейшую веху в жизни республики. Первая в ее истории выборы. Вопреки холодной погоде, центральная площадь города полна жизни. Перед дончанами и гостями города выступило множество творческих местных коллективов, которые зарядили всех жителей города положительными эмоциями и согрели народ теплой атмосферой мероприятия. Как настроение ваше? Нормально, праздничное. На выборы ходили? Ходили. Сделали свой выбор? Сделали. Нравится концерт? Ну, только пришли, но дочка уже танцевала. Я думаю, нравится нам. Также гостями праздника стала российская группа Симбэ. Дончане пели и танцевали вместе с исполнителями. Жить на провести. Быть крепкими, сильными и, естественно, радостными. У нас и наших детей впереди счастливое будущее. Вместе мы построим новое государство. Будущее начинается с нас. И именно сегодня. Как вы стоите? Хорошее настроение. Праздник нравится? Очень. А вы приходили сегодня? Проголосовали, сделали свой выбор, да. Чего бы хотелось пожелать жителям Новороссии? Хотелось бы пожелать, чтобы они держались, не сдавались. Что все мы преодолеем и победа будет нашим родным краем. Специально для Новороссия ТВ Маргарита Миронюк и Тарас Мирный. В Донецке на улице Артема прошла презентация граффити под названием «Начало мирной жизни». Об этом далее в сюжете. Насутившись красками военного антуража, художники Донецка решили разбавить камуфляжную палитру яркими красками, представив в центре города духоподъемное граффити, украшающее фасад здания возле парка «Сокол». По словам художника, подобный арт-объект подтверждает то, что люди устали от войны. Все было в крайне сжатые сроки. У нас была задумка успеть до выборов. И буквально где-то 4 дня на обсуждение эскиза до финальной стадии доведенного и 4 дня на исполнение на стене. Ну вот сейчас я вот пятый день сижу. Дедушки ходят. Молодцы, пацаны. Ну, кричат потихоньку до кизы. Из полинских размеров рисунок радует глаз бесчисленного множества наших соотечественников и гостей города. Основные символы Донецкой Народной Республики и слоган «Завтра наступает сегодня» выражают общую идею произведения, которые убеждают, что в будущем Донецк ожидает только развития и успех. Ну что, красиво. У нас же возле Монежа там разрисовали красиво граффити тоже что-то. Целую стену. Так красиво. Вот была серая стена, старая, грязная. И вообще некрасиво. А сейчас красиво. Граффити, появившийся в считанные дни, с позволения городских властей, знак солидарности молодежи к избранному курсу новообразованного государства и его лидерам. По словам создателей, подобный эксперимент – начало распространения культуры граффити в Донецке и искусство в целом среди молодого поколения Донецкой Народной Республики. Времени, конечно, мало. Если бы было больше времени, то можно было бы и больше расписать, и больше контекста туда вложить. Чем больше времени, тем больше работы. Чем больше работы, тем лучше качество. Дмитрий Подорожник, Тарас Мирный. Специально для Новороссия ТВ. По поверьям наших предков, если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода, это признак скорого быстрого понижения температуры. А прогноз синоптиков на 4 ноября обещает нам следующее. Утро в Луганске будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным, без осадков. Днем от минус 5 до плюс 4, ночью минус 5. В Краматорске и Славянске днем минус 4 плюс 6, ночью минус 2 минус 4. Осадков не ожидается, возможно, к вечеру небо затянется облаками. Мариуполь утром местами накроет туман, видимость 200-500 метров. Днем будет ясно, к вечеру ясное небо затянется облаками. Днем на 4 градусов тепла, ночью минус 3. В Горловке и Макеевке минус 3 плюс 4 днем, ночью минус 2 минус 3. Осадков также не предвидится. В Донецке днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 4, ночью минус 3. На протяжении всего дня ясно, без осадков. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Хорошей вам продуктивной рабочей недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!